Сезон посадок так окрестили происходящее в Новосибирске журналисты в самом разгаре. Сегодня в Зайльцовском районном суде избирали меры пресечения фигурантам очередного коррупционного дела. Накануне силовики УФСБ пришли за двумя Александрами Зыряновым и Гомоновым, а также навестили их благодетелей коммерсантов. Первым конвой привел гендиректора корпорации развития Новосибирской области. Александр Зырянов был в приподнятом расположении духа. Он не только поприветствовал собравшихся журналистов, но и поделился соображениями о своем уголовном преследовании. Как считаете, может быть, заказной характер носит дело? Кому-то перешли дорогу? Есть предположения? Есть предположения. С ноября месяца мне намекали, что мне неплохо бы покинуть свою должность, потому что один из украинцев области заинтересован в продвижении от области своего протежения. Конкретных фамилий, кому приглянулся его пост, обвиняемый не назвал. Воборот, его взяли после проведения кинофестиваля «Семейные традиции». За госконтракт в обход конкурсных процедур на 64 миллиона двое коммерсантов, по версии следствия, проплатили журналистам публикации, в которых Зырянова выставили в хорошем свете. В период с января по март этого года два сотрудника юридических лиц, доли в уставных капиталах, которых принадлежат государству, действуя по предварительному сговору, получили взятку от двух директоров коммерческих организаций за проведение публичного мероприятия в областном центре на сумму более 9 миллионов рублей. Следователь настаивал на время разбирательства. Главу АИР необходимо изолировать от общества, чтобы не сбежал за границу и не повлиял на свидетелей. Адвокаты вступили с представителем СК в жаркую дискуссию, посчитав его доводы необоснованными. По их настоянию судья огласил замечание на протокол очной ставки с другим фигурантом громкого дела, председателем совета директоров управляющей компанией промышленно-логистический парк Александра Гоманова. Гоманов находился в подавленном состоянии, в глаза не смотрел. Считаю, что Гоманов оговорил меня, чтобы избежать ареста. Вопрос, где на время следствия будет находиться гендиректор ПЛП, решали параллельно в соседнем зале заседаний. Повлияло на итог готовность Гоманова сотрудничать со следствием или нет, но его отправили не в СИЗО, а домой. Зырянов утверждает, что вы его оговорили. Пока без комментариев. Гоманова выпустили из клетки уже без наручников. На более мягкой мере, чем стража, настаивали и защитники Зырянова. В суд адвокаты принесли многочисленные награды своего клиента о положительной характеристике и подписи, который собрал в его поддержку коллектив правительственной корпорации. Не помогло. В суд предназначенном избрании Зырянов иной мероприятия не связано с заключением подстраживания. В СИЗО Зырянов будет как минимум до 2 августа. Что касается отца и сына Муслимовых, которых следователи назвали взяткодателями, проплатившими положительные публикации в СМИ о гендиректоре АИР, одному избрали меру в виде запрета определенных действий, второго отправили под домашний арест. Продолжение следует...